Позволяет справляться с большим количеством, с большими объемами журналистов. Незаменимый помощник, виртуальный специалист или просто новый инструмент в помощь редактору? Пока ответить сложно. Возможности нейросетей расширяются день ото дня. У меня было тогда такое впечатление, что вот полгода и в нашей редакции никого не останется, кроме двух-трех редакторов и вот этот искусственный интеллект, который будет делать всю работу. Вот уже два года в интернет-редакции «Ямал-Медиа» наравне со всеми работает необычный сотрудник, Иннокентий Искусственный. По первым буквам ИИ – Искусственный интеллект. Ему под силу за считанные секунды переработать и обобщить огромный массив информации и выдать оригинальный, хотя и сырой текст. Наиболее удачно у нас получилось использовать искусственный интеллект для рерайтов больших текстов, для превращения больших текстов в какие-то короткие выжимки. Естественно, это все с редакторской обработкой. И для создания изображений, которыми мы оформляем вот эти вот статьи. Нейронной сети под силу по одному лишь запросу создать изображение, которое порой ничем не отличается от реального фото. «Они умеют генерировать в зависимости от своей тренировки различные изображения, могут создавать видео. То есть мы берем тебя, учим тебя танцевать, и потом накладываем определенные фильтры через нейронные сети, и уже танцуешь уже не ты, а, например, какой-нибудь публичный человек». Куда приведет технологический прогресс, предсказать сложно, но ясно одно. С каждым днем нейросети постоянно развиваются, ведь они способны сами себя обучать. Развитие высоких технологий идет семимильными шагами. Вполне вероятно, что уже в ближайшее время не останется сфер деятельности человека, где не используются широкие возможности искусственного интеллекта. Кто знает, как будет выглядеть наша редакция новостей буквально через несколько лет. Тагир Валиди, Максимилиан Волков, Владимир Зелинский, Антон Соболев. Программа «Время и мало». Продолжение следует... Продолжение следует...